Безрассудный же и любострастный Ирод побоялся нарушить клятву и потому убивает праведника, тогда как должен был всем случае изменить клятву и не совершать столь ужасного преступления. Исполнять клятву не везде хорошо. Они думают, что знают Писание, тогда как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанном, то есть пророческое слово. Потому что не приняли главу пророчества, разумею, Христа. Посему если они имеют пророческое слово, то имеют его без главы, то есть без Христа. Такое толкование. У нас есть фильм, не помню как называется, как раз вот этот евангельский сюжет и показан. Как плясала она, угодила Ироду. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что не должно праздновать дни рождения, ссылаясь на это место. А что совсем нам никак не... Ну, имеется в виду вот так вот, с пышностью и в пьяном угаре. Нам, христианам, надо помолиться, поблагодарить Бога. То есть у нас иное должно быть отношение ко многим вещам. Почему? Потому что у нас и на бытие наступает, особенно у тех наступит, которые крестятся. Крещение – это вход в церковь, это самое начало. Наступает и на бытие новое творение во Христе. И отношение к таким вещам, как день рождения или другие какие-то обстоятельства жизни, должны быть другие. Не так, как у людей мира сего. И видите, что вышло из этого. Пляшет сатана в девице, говорит Блаженный Феофилак. А он опирается на толкование Златоуста. Это XI век, я напомню из истории. XI век от Рождества Христова. Архиепископ Болгарский, Блаженный Феофилак. Толкователь Священного Писания. Вот такие поучения он говорил, это все записано и дивным образом дошло до нас. Но он опирался, конечно, в основном на святителя Анна Златоуста. Комментарии Игнатия Тихоновича. Знать Писание нужно и умом, и сердцем, и послушанием, и исполнением. Во всем доверяясь Богу. Писание обладает особым свойством очищать, отрезать ненужное, разбивать упорное. Иеремия 23, 29. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Мы думаем, читаем что-то в Священном Писании, сотрясаем воздух говорящий. А вы слышите через уши, ну, что тут такого? Мы даже не знаем, что это, какая тайна происходит, действие Слова Божия. Потому что Слово Божие, говорит пророк Иеремия, не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Какую скалу? Скала убеждений человеческих. Был атеистом, стал слушать Священное Писание, стал веровать. Все это его мировоззрение разбивается, или еще какие-то там заблуждения. Различные лжеучения, там человек увлекается этим. И Господь все это разбивает, вот этот молот. Это очень страшная сила. Но, если ты невнимательно слушаешь, от твоей воли зависит это, то эта сила, она не будет действовать в тебе. То есть, семя брошенное при дороге, налетели птицы и поклевали. Помните притчу о Сейте? Вот так. Поэтому со вниманием нужно слушать. Тогда Господь в тебе будет действовать через Слово Божие. И далее комментарии. Знать Писание нужно так, чтобы ни одно место Библии не противоречило другому. Ибо автор всей Библии, Бог, автор с большой буквы. И вот здесь нет ничего выше православного толкования. Знание толкования удержало бы миллионы людей от уклонения в сектанство. И то, что люди не знают таинственного смысла Священного Писания, виноваты только священники, не проповедующие Слово Истины. Комментарии закончились. Мы были в воскресенье на Благовестии на площади Спартака. У нас трое было. И встретился баптист. Ну, видно, такой мало еще утвержденный. Что такое церковь, спросил. Я ответил ему. И потом немного побеседовал. Тут Сергей Павлович Пупков подключился. И он ушел от нас. То есть не стал дальше беседовать. Ушел. То есть сказать ему, видно, нечего было. Понятия церкви нет у сектанта правильного. А свои вымыслы. То есть псалмопеевец Давид говорит, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Если разбирать все по священному писанию, их заблуждение просто как прах рассеивается. Что и было не раз. Наглядный пример на беседы Игната Тихоновича с сектантами. Причем в собрании люди становились, прямо говорили, что мы уходим. Раз у вас заблуждение, то мы уходим в православие. А вы, Витя Николаевич, не снимали на видео? Снимали. Сергей снимал, потом вот сестра Иоанна снимала. Подошел человек, ну по внешнему виду сразу можно понять, что или пьющий, или какой-то наркоман. Так и вышло. Потом меня в сторону отзывает и говорит, я этим делом давно уже. Ну живу я в достатке. Как от этого отойти? Что-то Господь, наверное, его коснулся. Ну я ему стал говорить о покаянии, чтении священного писания. Он говорит, я сидел несколько раз, а потом вдруг на меня так, и ты тоже сидел, я тебя видел. Я говорю, да нет. Ну и так разошлись. Он взял Евангелие. А потом я подумал, мы же ходили в СИЗО на канатную в Барнауле с Игнать Тихоничем, с братьями. Может быть действительно он там был в камере, когда мы раздавали Евангелие и там листки чистые заключенным, чтобы им писать было, газеты. Но это было больше 10 лет назад. А может просто так уклонился от разговоров, кто знает. Вот такие. Ну, таких продолжительных бесед более-то и не было. Но все прошло спокойно, слава Богу, нападений не было. Время есть у нас еще, да? Да, есть полно еще. С 30 по 33 стихи. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Немного. Ибо много было приходящих и отходящих. Так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Толкование. После своего проповедания апостолы собираются к Иисусу. Это должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшему нас и возноситься пред Ним. Но должны признать Его главою, обращаться к Нему и доносить Ему обо всем, что сделали мы и чему научили. Надо оно не только учить, но и делать. Христос дает ученикам своим отдохнуть. Это урок уже предстоятелям, чтобы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении. Они всегда держали бы их в напряжении и трудах. Далее Господь, не любя славы, удаляется в пустынное место. Однако и здесь не укрылся от искавших Его. Напротив, народ столько внимательно наблюдал, как бы Господь не укрылся от Него, что предварил, то есть опередил самих апостолов и пошел к тому месту, где Иисус намеревался отдохнуть. Так и ты, предваряя Иисуса, не дожидайся, чтоб Он тебя подозвал, но лучше сам поспеши вперед, чтобы предупредить Его. Где можно предупредить Его? Предупредить значит опередить в молитве. В молитве надо обращаться к Господу. Молитва дыхания для души. Святые отцы много на эту тему говорили. Дыхание. Как вот мы дышим? Мы себя заставляем дышать? Нет. Все это естественно Господь так сделал. Легкие там расширяются, потом сжимаются, выдох делают. Так и душа должна, это естественно урожденный свыше души, чтобы молитва, дыхание для души было. Златоуст говорил, кто как молится, тот так и живет. То есть, если плохо, у тебя молитвы нет, Ваня, напряжение стоит, послушай внимательно, то и в жизни у тебя такая, что-то не получается, обстоятельства как-то складываются, говорит человек против меня, все не слава Богу. А как ты молишься? Проверь. Или просто сотрясаешь воздух произнося словом молитвы, или пробежал быстрее, все, по своим делам, телевизор усел, или ты со вниманием, с усердием, через сердце, как Иоанн Кронштадтский молился, такое усердие было, это видели даже ближайшее, встанет на колени, и пока, говорит Господь мне не ответит, ну как, он в сердце это чувствовал, есть труды его, жизнь во Христе, и вот он там описывает, какой-то грех совершает, на колени встает, и пока Господь меня не простит, говорит, я не встану. Молитвенники, из истории известны, они так молились, что пот даже под ногами был, земля была влажная от пота, детская молитва тоже сильна может быть, такие случаи описаны многочисленные, это один из случаев, я вспомнил, ребенок выходил, где-то на природе молился, а у него папа был купец, и дальнее путешествие, он уезжал, и вот он искренне молился, чтобы Господь сохранил его на этих дальних дорогах, а там какой-то разбойник был, и вот он случайно, ну, у Бога случайности нет, шел по лесу и слышит детскую молитву, а у разбойника было намерение, чтобы таких вот купцов там на дороге ограбить, ну, у него своя шайка, братья своя была, чтобы совершить вот это злодеяние, он не один был, и слышит такую искреннюю молитву, Господи, да сохрани папу моего, да помоги, матери Божией, помоги, то есть от сердца молитва, ребенок не больше 10 лет, там небольшой, и разбойник, его сердце смягчилось, что же я делаю-то, ребенок молится, а я-то как поступаю, и он через какое-то время обращается к Господу, кается в своих злодеяниях, вот детская молитва, как подвигает его, поэтому вы не думайте, что так стоите, просто скорее бы что-то Виктор Николаевич прочитал, а потом по своим делам за стол сесть, нет, вы через сердце все пропускайте, внимательно, может вы не все как бы со вниманием слушайте, но хотя бы какую-то часть, молитва это очень важная составляющая христианской жизни, и комментарии, Игнать Тихоновича, согласно этого местописания и толкования, современные пастыри, не проповедующие Слово Божие, не достойны пропитания и отдыха, 1 Коринфянам 9.9, ибо в Моисеевом законе написано, Слово молотить означает говорить, проповедовать, не просто заниматься требами, которые уводят людей от истины и дают видимость какой-то работы. Ну вот пророк Сафония говорит, что священник это уста Господа Саваофа, как не Сафония, Малахия, прошу прощения, во второй главе, уста Господа Саваофа, то есть видите, как Господь высоко ставит священников, чтобы они учили прежде всего священному Писанию, проповедовали Слово Божие, а не свои вымыслы. 1 Тимофею 5.17 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Вот такие комментарии. Ну, в этих комментариях очень много заключается. Именно какая сейчас у нас ситуация. Ну, редко-редко, где можно и в интернете видеть, священник проповедует. Вот, недавно смотрел, кто показывал ролик такой, священник в электричке проповедует на Украине. И молодой, наверное, не больше 30-ти, так ревностно говорит, говорит о любви к Богу, о посещении храмов, что в этом-то и выражается любовь к Богу, что вы в храм ходите или не ходите. К сожалению, среди нас христиан тоже... Андрей, не играйся. Это все никуда у тебя ходит. Не двигай пальчики. Вот, среди христиан бывает такое, что пропуски и по различным причинам. А всегда причин множество будет. И вроде вы благовидны, а потом душа уже черствеет и в храм в субботу не ходит. А потом случается так уже и воскресенье не надо, да и жить тут не надо в Потеряевке. Тут у вас все не так, как надо. И все, и человек уезжает. Таких случаев немало было. Хотя вот селение небольшое у нас, но человек не бодрствует. А дьявол все время подтачивает его основание веры, так сказать, образно говоря. И в конце концов все, уезжает. А дальше в миру человек лучше никак не становится. Сколько вот было у нас в Барнаульской общине отступников, лучше они не стали. Наоборот, мужчины бороды сбривают, женщины платки снимают, красятся и все. То есть мир поглощает. Входят в церковь, в Московскую патриархию, но там проходной двор, вы прекрасно это знаете, взрослые. Поэтому опять же, к тем, которые готовятся к крещению, будьте внимательны. После крещения сатана видит, что сосуд очищенный и наоборот семь злейших может взять. если не будете бодрствовать, то падение может быть очень стремительным. Тоже этому пример и есть у нас. После крещения уезжали и все, и больше не было этих людей. То есть контакта никакого. Что там произошло, мы даже не знаем. Избийска там к нам приезжали как-то. Живой, неживой человек крестился, уехал и больше и мы его не видели, не слышали и не писал ничего. Вот. Но Господь, конечно, попускает, чтобы на нас нападали темные силы или люди. По нашим, конечно, силам, возможностям мы можем это перенести, Бог знает это. Только нужно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, говорит Господь. искушение. Дух бодро, плоть немощно, говорит Иисус Христос. Так, ну, наверное, достаточно. Вот здесь еще в толковании говорится, что должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшему нас и возноситься пред Ним. Господь сделал так, что и Потеряевские, и Барнаульские наши верующие из этих двух общин собраны проповедником Игнатью Тихоновичем Лапкиным. В основном так это Господь делал. И сам батюшка, отец Яким обратился через проповедь Игнать Тихоновича. Поэтому вот как раз это к нам и относится, чтобы мы, быв избраны на какое-либо служение, должны выходить из послушания избравшему нас. Священники мало проповедуют. А то отец, например, Андрей, отец там еще какой-то называет. Отец он должен рождать и просто требу исполнять. Вот Господь так сделал, что обыкновенный простец, мирянин в наше время проповедует Слово Божие. И у патриарха Сергия Строгородского, не помню его труды, об этом говорится, что Бог воздвигнет мирян и простых мирян, не священник он, не епископ, не диакон, и будет он проповедовать, вот эти миряне проповедуют, и обращаться будут люди ко Христу. То есть такой будет у них, в них обитать Дух Божий. Вот Игнать Тихонович это относится именно к себе, но я думаю, что каждый из нас понимает, да? Взрослый особенно. Там говорится особая харизма будет. Да, особая харизма, то есть особый дух. Харизматический лидер, это значит духовный лидер. Игнать Тихонович духовный лидер. Ну и вот молитесь тоже по поводу поездки братьев, тут третий человек вроде как Валерий Сокольский соглашается ехать. То есть Сергей Павлович Пупков, Александр Мариасов это из Краснодарского края должен приехать человек, он дальнобойщик. Без дальнобойщика такие поездки это невозможно. У нас был брат Николай Кручинов и третий вот ну как раз и троих назвал. Четвертый точнее это ураган чемпион России. Даст Бог они после крещения поедут и все благополучно будет. Вот ну Игнать Тихонович уговорили чтобы не ехал потому что уже здоровье не то. Да Мурманска поездка будет. Мурманск это север России там если здесь ночи холодные для нас там плюс 5 градусов плюс 7 лето такое холодное потому что за полярным кругом полгода день полгода ночь знаете из географии почему так вот туда ну то есть север России ну Санкт-Петербург дальше там Петровозаводск там говорят трасса хорошая до самого Мурманска идет помоги Господи вот молитесь постоянно об этом чтобы Господь послал этих делателей и развести книги там около трех тонн у нас книг осталось Калужская область село я уже забыл название села очень расположенный Владимир его зовут Кук 2к на конце он не русский по-моему литой и он принял нас очень хорошо и книги там наши хранятся в особом контейнере большом морской контейнер по-моему 13-14 метров длины потому и зимой там они хорошо хранились чтобы их снегом не намочило когда все это таяло там все плотно закрывалось ну вот чтобы Господь конечно даровал сплоченность коллективу это очень важно когда космонавтов подбирают психологи исследуют как этот коллектив могут ли они взаимодействовать друг с другом или они тут же поссорятся или подерутся и ничего у них не получится чтобы согласованность была также допустим экипаж в танке или еще где-то это примеры из мира сего а здесь тоже должен быть коллектив такой чтобы старше был слушались подчиненные иначе просто ничего не будет дисциплины не будет тогда не будет и дела Божьего так и тут в лагере у нас есть начальник лагеря есть заместители и так далее воспитатель старший воспитатель везде иерархия пойдете если вы мальчики в армии такое время сейчас напряженное что могут не только таких мальчиков но и мужчин призвать и там тоже иерархия и у Бога иерархия и у дьявола иерархия упадших демонов везде иерархия то бывает человек и я не хочу никому подчиняться ну и что из этого выйдет не хочешь родителям подчиняться жизнь твоя короткая будет потому что написано почитает саи мать и будешь долголетен на земле уже вот кто здесь присутствует из детей приходилось мне уже слышать что матери грубят некоторые не подчиняются вы свою жизнь укорачиваете не делайте этого мать это самый близкий человек на земле для вас но будет духовный наставник духовный отец это даже выше уже становится потому что он вас ведет ко Христу Слово Божие проповедует а так для вас сейчас мать какая-никакая она мать и отец так же почитайте отца и мать и будете долголетен на земле есть проповедь по-моему Олега Стеняева он говорит о том почему в таком возрасте юноши уходят из жизни одна из причин что эту заповедь нарушали это самое может быть главное призывает в армию там где-то в Чечне и все погиб но это мы внешне только физически видим а что духовная грань за духовной так скажем гранью что там может грубил матери кричал ругался а некоторые даже руки поднимают на мать и что из этого дальше все уже в гробу душа вышла без Христа и куда душа идет в ад поэтому не делайте этого побойтесь Господа Тарас украженный стой так мы закончим на этом Богу нашему слава вовеки веков аминь аминь что какой у нас распорядок